привет друзья что вы ели за последние сутки наверно полезную вкусную пищу скорее всего концу этого видео отношения к своему повседневному рациону у вас в корне изменится почему наши питомцы перестают пить молочко из блюдечка не хотят лакать наши усатые друзья молочко из деревни как написано на упаковке а почему не хотят да потому что нет никакой деревни в действительности и молока тоже нет и сметаны большинство производителей давно уже заменили его на дешевое но выгодное в производстве пальмовое масло фруктовые йогурты не имеют никакого отношения к фруктам а уж из чего делаются сосиски нам лучше вообще не знать несмотря на все эти ужасы выход все же есть благодаря интернету мы можем заказывать свежие натуральные продукты непосредственно от производителей миную торговые сети например такие как живой урбич натуральная паста из семян и орехов которую получают по традиционной технологии путем ручного перетирания между каменными жерновами сырых семян или орехов без сахара без красителей без консервантов и термической обработки или дикий мед добытый из бортей небольшие колоды установлены на деревьях в бортях нет рамок и искусственной вощины чел не кормят сахаром и не лечат такой мед называют бортевой натуральная перга живой шоколад семена амаранта конопли и многое другое вы можете заказать напрямую по оптовым ценам если не хотите питаться той жестью что будет дальше в ролике переходите по ссылке в описании для подписчиков крамолы скидка 5 процентов все слышали про известный вопрос что раньше курица или яйцо так вот сейчас мы вам покажем как просто решается этот спор вот как это делается китайские рабочие ловко заполняют формочки белой и желтой жижей более того научились уже подделывать и готовое блюдо яичницу глазуни немного какой-то мутной слизи плюс плотная желтая субстанция но выглядит как настоящая глазуни если вы думаете что эти технологии актуальны только для китая который не может прокормить свое население вы просто многого не видели яйца из обычного супермаркета могут оказаться фальшивкой вот например обычное сырое яйцо из магазина крутится как будто она уже сварен а если разбить его то можно увидеть практически однородную массу и белок и желток оказываются одной консистенции и сразу смешались в тарелке а скорлупа и если ее поджечь вообще не горит а плавится так из чего же делают искусственные яйца скорлупу из гипса кальция и парафина белок и желток из смеси желатина и специального полимера альгината кальция а подкрашивают их пигментами нужного оттенка китайцы даже не скрывают это напротив активно продвигают свой товар мир тем более что себестоимость таких яиц в разы меньше чем у натуральных в америке такие яйца продаются как вегетарианские яйца а это обычный рис так думал мужчина который его купил в магазине вот только после обычной промывки крупа превратилась зернистый пластилин теперь из него можно лепить все что угодно это еще не все сюрпризы от риса автор этого эксперимента взял продукцию трех марок положил по горсточке на комфорку и стал нагревать и один из образцов вдруг вспыхнул синим пламенем а это значит что горит полимер попробуйте поджечь рис из своей упаковки может быть он тоже у вас пожароопасно впрочем горящий творог шоколад и прочие перетехнические продукты уже давно стали звездами ютюба теперь посмотрите на эти кадры на столе пластиковый контейнер с какой-то жидкостью в нее добавляют компоненты вуаля мясо готово осталось только добавить соус и можно есть домашняя колбаса думаете полезно тогда посмотрите вот на это солями из пластика такой продукт лучше использовать в пицце поясняет специалист ведь обилие соусов и специй придадут ей больше пикантности любите черную икру тогда вы просто обязаны научиться ее производить смотрите и учитесь рецепт несложный берем охлажденное растительное масло смешиваем желатин соевым соусом а потом капаем черную смесь в емкость с маслом и кринки образуются прямо на глазах а если хочется красной икры то можно поменять краситель от настоящий такую фальшивку сложно отличить по виду да и по вкусу тоже хлеб для классических бутербродов с икрой тоже стоит выбирать внимательно не все то хлеб что хлебом называется сейчас его можно использовать вместо тряпки или губки для вытирания со стола разлитых продуктов а до следующей уборки достаточно его просто помыть под кран этим хлебом можно мыть и панели холодильника прекрасно отмывает современная пища напоминает химическую бомбу замедленного действия который уже начала действовать в 2016 году ученые обнародовали жуткие данные тела людей похороненных за последние 30 лет почти перестали разлагаться сначала грешили антибиотики которые принимают современные люди по любому поводу но истинная причина оказалась еще более шокирующей все дело в химии которая вместе с пищей попадала в организмы в течение многих лет если фальшивые продукты еще с трудом на возможно опознать по внешнему виду то генетически измененные продукты без дорогостоящих лабораторных анализов выявить невозможно это настоящая пищевая бомба про коров при виде которых плачет все культуристы мира мы уже рассказывали посмотрите по ссылкам будет интересно недавно в сша разразился скандал одна из популярных сетей ресторанов быстрого питания использовала для приготовления пищи искусственно созданных химер птицу у которой было шесть ребер полностью отсутствовали кости глаза и клюв думаете выдумка или маркетинговый ход тогда посмотрите вот на это птица с тремя четырьмя и более ногами они уже появляются на свет не только на закрытых предприятиях но и у простых фермеров по всему миру а это курица стала настоящей интернет сенсацией дело в том что у нее нет головы и при этом она живая а то что именно голова практически не используется людьми в пищу наводит на определенные мысли специалисты говорят сотворить такое при нынешних технологиях несложно ученые создают мутантов без отдельных органов свиней которые лишены скелета многоногих птиц и всем этим руководит небезызвестный доктор крэйк вентер автор самых смелых гипотез в области генетики и создатель первой синтетической клетки в теории разработка должна быть очень простой разве что у меня есть цитата которая уже 20 лет гулять на просторах интернета мы ни хрена не знаем о биологии так что биология просто догоняет инженерию я надеюсь сможет перегнать ее мы очень близки к тому чтобы впервые получить клетку полностью смоделированную на компьютере она не будет похоже на любую другую клетку крэйк вентер который значит первым секвенированным геном то есть узнал поставить нуклеотидов два метра днт у наших хромозомов создал бактерий синтетический синтетический синтии синтии они увел туда значит определенные гены которые это сказать вот позволяет уничтожать нефть в мексиканском заливе а теперь это синти перестали кушать нефть они начинают кушать людей на побережье водоросли китов рыб птиц и так далее то есть это превратилось в ад мексиканский залив это ад современный таким усовершенствованным мясом ученые планируют накормить весь мир планируют или уже кормят слишком уже заманчивая перспектива получить прибыль не вложив практически ничего тем более продавать искусственный или генетически модифицированный продукт в нашей стране не запрещено правда нельзя его реализовать под видом натурального но мало кто по доброй воле возьмет с полки упаковку с надписью искусственные яйца синтетическая колбаса или овощи с отметкой содержит гмо поэтому производители не пишут на упаковках всей правды а продавцы прекрасно это понимая охотно принимают на реализацию копеечный поддельный товар вот только технологии позволяющие делать полезные искусственные продукты в мире пока не существует а вот результат их потребления человечество похоже уже ощущает вовсю например для искусственного мяса производители вынуждены использовать гены роста которые заставляют клетки мышечного волокна усиленно делиться и расти в таком мясе изменена днк и как она поведет себя попав в организм человека можно только гадать чаще всего под ударом этого пищевого оружия оказываются дети которые бездумно потребляют фастфуд что такого в гамбургере булка мясо овощи только вот на деле там может не оказаться ни того ни другого ни третьего а из чего произведен сыр и соус лучше вовсе не знать в результате у детей аллергии задержка психологического развития отклонения в здоровье и многое другое противозачаточная кукуруза думаете это шутка вовсе нет такой сорт еще в 2010 году создал калифорнийский ученый меч он достаточно съесть всего 200 граммов то есть один початок и в организме запускается механизм препятствующий оплодотворения а если есть этот продукт постоянно это неминуемо приведет бесплодию уверяют медики и самое жуткое семенами противозачаточной отравы уже засеяны тысячи гектаров земли и никто не знает где она перерабатывается и фасуется как она переопыляется с другими традиционными сортами и что в результате получается и самое главное куда потом поставляется в виде крупы или крахмала которые нерадивые производители суют везде и всюду сладости йогурты соусы вредные несъедобные даже смертельно опасная еда может скрываться как под малоизвестными брендами так и под марками крупных компаний и недостаточно читать написанное на упаковке надо думать очевидно что яблоки не могут храниться полгода и более если на упаковке указан большой срок годности с этим фруктом что-то не так идеально ровные крупинки в пакете должны не обрадовать а насторожить вспомните природа редко создает идеально до сих пор все попытки человека улучшить этот мир приводили к печальным последствиям или мы все-таки можем своим разумом влиять на природу не уничтожая и давайте обсудим эти непростые вопросы в комментариях под этим роликом ну а на сегодня у нас все благодарим за оценку этого видео и за уделенное время доброй ночи и до новых встреч